У воды без беды. В начале купального сезона сотрудники областного МЧС провели инструктаж по безопасности для дошкольников. Но сделали это не в виде скучных лекций или нотаций, а в игровой форме. Таково правило педагогики, что познается в игре, запоминается гораздо лучше. Насколько эффективным было такое обучение, попытался понять Андрей Радюков. Чтобы плыли корабли, жить нельзя нам. Правильно, молодцы ребята. Простенькие загадки от спасателей – это только небольшая разминка. То ли дело определить значение ограничительных знаков на водоемах. Вместо купания детей, вместо купания животных нельзя выпускать якорь. Нельзя рыбачить на воде, где запрещено. Сотрудники пресс-службы МЧС России и инспекторы ГИМС предложили детям квест. За выполненное задание дошколята получали в подарок букву. Разгадав все, из завоеванных букв ребята сложили слово «безопасность». Новыми знаниями детсадовцы тут же поспешили поделиться. Надо соблюдать правила, за буйки не заходить, потому что можно утонуть. И должны быть всегда нужные вещи, если ты на корабле или на катере. Надо делать жилеты спасательные, чтобы не утонуть. Если ты упал на воду, тогда надо позвать на помощь, или тебе кинут круг, или ты будешь в жилете. Сразу чувствуется. Материал давали спасатели практики. Они разъяснили, зачем на воде нужны линь, жилет и спасательный круг. Но от теории к практике. Задача – прийти на помощь условно тонущим. Всё, это вы уже спасаете человека. Молодцы. О! Я тоже хочу. За труды ребята получили приятную награду. Прогулку на спасательном катере по реке Северский Донец. Сегодня 26 ребят из оздоровительного санатория прошли школу безопасного поведения на воде. С 1 по 30 июня МЧС области будет активно проводить подобную работу. Цель которой – профилактика происшествий на водоёмах. Андрей Радюков, Дмитрий Ибоев. Новости мира Белогория.